Доброе утро, Леонид Александрович. Я очень рада вас видеть. Спасибо. В нашем театре, в Театре юного зрителя, вы уже 60 лет. Чем завоевываете детей? Ведь они не терпят неискренности. Нужно быть абсолютно искренним, абсолютно настоящим. Совершенно верно. Для детей надо играть как для взрослых, да еще лучше. Это так сказал Константин Сергеевич Станиславский. Если ты по-настоящему живешь своей ролью, по-настоящему относишься к этому, ты сопереживаешь и видишь глаза, и в тебе становится что-то непонятное, возрождается, что тебе хочется их убедить так, чтобы они пошли за тобой, как на веревочке. И вот если это удается, это действительно тогда да. А не было желание написать детские сказки? Да, я и пишу. Детские сказки? Да. Я начал писать сказки для сына. Вел, отводил его в детский сад, и он у меня спрашивал, папа, а что это, а что это? Первую сказку я ему рассказал про солнышко и месяц. Я придумал сказку про прятки, будто солнышко с месяцем, с луной играют в прятки. И вот я ему все это рассказал, потом пришел к Артуру Витальевичу и говорю, что Артур Витальевич, у меня есть такая сказка. На паперу, на паперу, я написал, на паперу принес, он говорит, неси на радио, я говорю, не пойду. Он взял эту сказку, сам отнес на радио, сам отнес журнал «Березка». И вот оттуда как так… Карьера писателя покатила. Да какая-то это… Ну, давайте не скромничайте, уже три книги написано. Три. Вот, расскажите, какие что за книги? Ну, три книжки сказок. Первая книжка сказок «Якверобейка Сябрашукал», вторая книжка сказок «Хто головный» и третья книжка «Ножки-сороконожки». Вот, кстати, хочу еще похвастаться, что мои уже сказки в двух учебниках. Ничего себе! Да, в школьных читанках. А я как директор и не знаю. Ну, директор не все должен знать. Нет, мне кажется, должен знать все. Но вот благодаря нашему с вами общению, более тесному и интимному, я думаю, я теперь буду знать о вас больше. 1972 год. Для нашего театра он был успешным. Да. И для вас в том числе, потому что вы сыграли главную роль Мити в спектакле «С любимыми не расставайтесь». Я знаю, что об этом спектакле, о вашей работе отзывались самыми лестными словами режиссеры мирового уровня. Можно ли сказать, что с этого спектакля вот действительно покатила ваша театральная карьера? Да, я вас… У каждого же бывает какой-то знаковый спектакль или знаковая роль, после чего вот оно выстреливает. Вот видите, я говорю, судьба. Да. В это время пьеса такая «С любимыми не расставайтесь», где молодой человек расстается со своей девушкой, с женой. А у нас в это время я разводился со своей супругой. Она играла Катю, а я играл Митю. Так вот народ приходил каждый вечер смотреть, как мы разводимся. Разведетесь или нет все-таки в итоге? Да. Когда в Риге мы были на фестивале, заняли первое место, и вот тогда Володин, автор Володин сказал, что лучшего спектакля в «Союзе» он просто не видел. А при мне он даже такое написал. Леня, дорогой, простите, что я не до конца дописал вашу роль, но все равно вы играете ее. Гениально. Играете в детских спектаклях. Конечно, ваш король в «Золушке» – это моя отдельная любовь, но есть и взрослые спектакли. Женя плюс Таня – взрослый спектакль в постановке московского режиссера Татьяны Самбук. Она не уже нашего, нашего штатного. И очень, кстати, очень хорошо. Да. Вот как работа с молодым режиссером в таком современном прочтении этого материала? Вы знаете, что как-то я привык к старому театру. А сейчас, когда вот пришла Таня, это какая-то вот новая пошла, новый воздух в театр. Сперва он непривычный, кажется, но потом потихонечку так входишь, входишь, засасываешь, засасываешь. И ты видишь, что молодежь идет одним ходом, и тебе как старику просто нельзя, не имеешь права отставать. И начинаешь переходить, увлекает очень. А Танечка, она молодец. Она тоже, я когда ее спросила, я говорю, понимаешь, у тебя первая работа будет, и артисты будут зрелые, звезды этого театра. Говорю, ты там держись. И потом она мне сказала, после операционного процесса, еще после Альпы 41, в котором вы тоже играете, Ивана Ужезрелого, она сказала, что вот как раз с артистами взрослыми, заслуженными, мне было легче всего найти общий язык. Хорошо, кино. Ну, никто же у нас из артистов не может обойтись без кино. Более 60 ролей в кино. Причем вы снялись в таких культовых сериалах, как «Майор Вихрь», «Каменская», «Вокзал», «Тайное следствие», «Защита Красина». Вы играли солидных людей. Но я знаю, что в Советском Союзе вас, как артиста кино, никто не видел. Нет. Кто был тот самый режиссер, который разглядел в Леониде Улащенко киноартист? Ну, как вам сказать. Я, во-первых, 20 лет специально не ходил, чтобы не быть на киностудии. А потом как-то приехал сын из Питера и говорит, папа, а что ты, ну, не снимаешься? Я говорю, да как-то так. Пап, ну, попробуй, а. Да я что-то так. Пришел, а как раз привезли, снимал Каменскую здесь, «Мороз». Меня пригласили на пробу, я говорю, ну, что я буду делать, ну, что это время, зря только. Она говорит, так, давайте сделаем так. Вот вы приедете на фильм, мы вам костюм, текст, все, кадр, раз-раз, расчет, и все. Приезжаю, мне дают халат, я врача играю. Вот дают текст, я говорю, отдайте историю болезни. Думаю, хитрый же, подложу туда текстик в эту историю болезни, и все в порядке. Я же врач, я имею право посмотреть. Да. И так, раз-раз, я говорю, я готов. Гармаш со мной, мы вместе с гармашом были. Ну, раз-раз, я говорю, проговорим, проговорим. Раз первый дубль. Мороз говорит, может, не надо уже еще больше снимать. А второй режиссер говорит, а давайте еще один. Контрольный. Да, контрольный. Сняли повторно. Спасибо. Все, я думаю, ну... Так неплохо же в кино снимать. Нет, так слушайте же дальше. Меня раздевают, роль забирают. Будьте добры, распишитесь. Я как глянул, и я обалдел. Тогда это была моя месячная зарплата. За буквально одну фразу в кино. Да. Представляете? Я думаю, господи, как же это я так... И покатилась. Я сама с вами в нескольких фильмах снималась. Да, вот. Да, поэтому это, конечно, для артиста большое подспорье в его жизни. Но я так поняла, что вы артист золотого дубля. Все делаете с первого раза. Ну, не всегда бывает так, что если огромный монолог, вот там бывает только из-за текста, а так, конечно, стараюсь, чтобы все это было на высоте. Если ты там не прав, как и на радио, микрофон не даст соврать, так и в кино камеры. Если в театре ты можешь как-то схитрить, может быть, в кино не схитришь. Конечно, потому что все очень близко. То есть карьера ваша в кино продолжается точно так же, как и в театре. Ну да, не останавливается. Да, на гастроли мы ездим сейчас много. Вот вы буквально сейчас были в Великих Луках на гастролях. В Иркутск с вами полетим. Так что у нас с вами очень серьезная жизнь. Вот не хочется на пенсии поддыхать, там на дачке огородик покупать? Какая пенсия? Нет, хочу вам сказать спасибо большое, потому что за последний год мы ездим столько, что не ездили мы пять лет. За пять лет последних мы столько никогда не ездили. Как за один за этот год. Конечно, спасибо вам большое за это. И вам спасибо, потому что появилось с чем ездить и куда ездить. Поэтому мы тоже очень рады, что наш театр, он везде представляет себя в очень выгодном свете. О нас говорят, и я думаю, будет гореть еще больше. По крайней мере, я все для этого сделаю. И надеюсь, только в положительном ключе. Вот это хорошая ремарка. Леонид Александрович, я очень рада, что это утро мы провели вместе с вами, что я так много узнала об одном из самых известных артистов театра юного зрителя. Гуру, можно сказать, театрального искусства. Поэтому спасибо вам за этот разговор. И я желаю, конечно, чтобы у нас с вами было еще много интересных спектаклей и очень много крутых ролей, которые вы исполните и покажете, насколько вы вообще многогранный артист. Спасибо, я буду стараться. А роль, конечно же, все жду, жду, жду и жду. Ну, я же просто так не говорю. Значит, знаешь, что... Ловлю на слове. Договорились. Как у нас говорят, заметано. Заметано. Ну, а я напоминаю нашим зрителям, что сегодня в моей мастерской был заслуженный артист Республики Беларусь Леонид Улащенко. И вот тут. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok